всем привет с вами светлана госпарович мы сошьем с вами сумку мужская сумка планшетка значит буду шить я ее из кожи самым данная сумка имеет вот такой карман который закрывается на клапан также у нас имеется внутренний глубокий карман в рамку на молнии и точно такой же карман у нас на задней стенке ну а внутри внутри сумки есть еще один карман такой вот простой карман мужская сумка не сложная модель очень удобная сумочка давайте приступим так значит для пошива данной сумки нам понадобится первую очередь стропа в моем случае ширина этой стропы четыре с половиной сантиметра нужно будет примерно 140 сантиметров длиной так молния у меня сразу имеется такая длинная молния конечно лучше всего взять металлическую она надежнее дольше прослужит вам для молнии три бегунка магнитная кнопка клапан будет у нас закрываться на магнитную кнопку две рамки и регулировочная рамка так и дальше подкладку мы будем окантовывать с помощью вот такой вот специальной окантовочной ленты это то что нам понадобится из фурнитура может быть будут какие-то изменения видео посмотрим но это вот весь мой крой на нем я останавливаться не буду все детали лекала все детали кроя вы найдете под видео в описании там будет ссылка на крой так только скажу что остановлюсь то что я сумку сшила из кожзам так в качестве подкладки я взяла вот такую вот подкладку на трикотажной основе она мне нравится то что она не осыпается и выкроила все детали обтачки карманы клапаны в качестве уплотнителя я возьму свой любимый изолон взяла я на фольгированной основе изолон потому что но мне он больше нравится так как он хорошо идет под машинкой до видео у меня будет такое спонтанно так как мы сейчас находимся на самокарантине всей семьей поэтому ну вот как-то приходится так вот снимать ну вот и все теперь давайте приступим к пошиву самой сумки и так вот у меня есть две детали это у меня задняя стенка задняя стенка и передняя стенка нашей сумки и на этих стенках мне в первую очередь нужно сделать карманы карманы будут в рамку на молнии как эти карманы делать я уже снимала специальное видео поэтому останавливаться не буду но для пошива этих карманов нам понадобится вот обтачки я сделала из кожзама честно сказать это первый раз я их делаю из кожзама на самом деле может быть мне ничего не получится так нам нужно будет деталь подкладки подкладку у меня идет цель накроенная то есть я просто ее выкроила в сгиб вот такую длинную полоску выкроила в сгиб чтоб не возиться лишний раз со шивами но если у вас не получается это просто сделайте по низу так до шов ничего страшного ну и что нам еще понадобится это конечно волне чтобы сделать карман и бегуночки 1 бегуночек 2 бегуночек вот таких два кармана у нас получится карман и граммку делаем принципе труда никакого не составила мне обтачка из кожзама но вот один секрет как я закрепляю мы же курс нам не можем зафиксировать булавками так как у нас останутся следы да поэтому я беру двусторонний скотч приклеиваю его и с его помощью вот закрепляю часть вот этой обтачки то же самое мы сделаем с молнии когда мы будем молнию подкладывать под нашу обтачку вот таким вот образом то на нее тоже я приклею скотч и вот здесь вот ее зафиксирую под рамку а потом уже буду пришивать вдоль нашей рамочки я думаю понятно это вот такой вот вам небольшой секретик от меня и так вот я сделала два кармана значит тот который у меня выше это карман на передней стенке и на этой передней стенке мы с вами сделаем еще карман значит это будет вот такой вот накладной карман к нему я уже при тачала подкладку и что мне нужно будет сделать потом подкладку вот так вот отогнуть зафиксировать края и вот здесь вот от строчить по верхнему срезу а дальше мы будем его вот так вот этот карман закреплять на передней стенке но перед этим еще мы сделаем клапан две детали клапана у меня есть они у меня из кожзама выполнены то есть нам тоже их нужно обточать значит складываем их лицом к лицу и вот здесь вот стачиваем по срезам стачиваем выворачиваем и отстрачиваем по краю прокладывая отделочную строчку далее вот в этом месте мы поставим магнитную кнопку одну часть магнитной кнопки после этого мы будем настрачивать наш клапан на переднюю стенку сумки но к этому мы еще вернемся и так вот он мой карман я его заколола закрепила пока временно так далее берем клапан на котором я уже поставила кнопку вот он наш клапан и теперь мы совмещаем центральные насечки на лекалах и с линии также намеченные река так и теперь мы берем вот этот клапан укладываем к нашей намеченной линии совмещая надсечки и стачиваем ширина припуска 5 миллиметров далее после того как мы стачали чуть-чуть подрезаем припуск но немного насколько можно вот здесь в толщину так дальше таким вот образом его перегибаем и еще раз отстрачиваем более подробно я еще покажу вам как это я делаю когда забыла заострить внимание на том что подкладка вот этого кармана который у нас есть я ее подогнула и закрепила чтобы не случилось так что вдруг она у нас попадет и еще посмотрите на мою руку у меня вот здесь вот на руке есть вазелинчик в этот вазелинчик помогает мне шить то есть я смазываю им поверхность кожи но тогда машинка легче идет несмотря на то что у меня есть тефлоновая лапка но к сожалению она не всегда помогает шить хорошо по коже поэтому я использую именно такой вазелин тоже вам такой вот небольшой секретик от меня и так вот я пришила клапан и теперь моя задача его вот так вот отвернуть отогнуть и еще раз проложить строчку закрепляя его сделать это нужно так чтобы он перекрыл вот этот вот припус то есть поэтому либо мы подрезаем как я начала в начале да и прокладываем строчку уже на ширину припуска 7 миллиметров вот далее после того как мы отсрочим мы можем поставить уже вторую часть кнопки на кармане так как он у меня еще пока не пришит поэтому я легко могу поставить вторую часть кнопочки и далее мы уже можем этот карман закрепить на переднюю часть сумки и так в принципе передняя часть у меня уже готова передняя стенка значит у меня вот получился клапан карман вот такой вода поставила я кнопочку кнопка низкого знаю как вы видите кнопку поставила только на кожзаме и спинка спинку разберем спинка у нас значит здесь вернее не спинка а задняя стенка сумки и она тоже готова достаточно карманов ее я соединю с изолоном скорее всего почему-то мне хочется ее чуть-чуть уплотнить переднюю я деталь трогать не буду то есть я просто соединю с подкладкой вот таким вот образом так просто соединю с подкладкой а здесь все таки я положу изолон и затем уже соединю с подкладкой после чего на заднюю стенку на задней стенке я закреплю карман такой будет тоже накладной карман эту деталь я сложила выкроенную детали сложила пополам но если у вас не получается выкраивается одной детали сплошной то можно будет из двух и дальше беру такую полоску ткани таким вот образом ее перегибаю и отстрачиваю закрепляю строчкой все думаю здесь понятно давайте я расскажу вам что я буду делать дальше а дальше я беру две детали ботона верхней и стачиваю их соединяю их простите что трясется камера потому что я приходится мне держать самой телефон потому что я не взяла штативы и камеру не взяла вот пользуюсь телефоном значит мы соединяем ботон с молнии укладываем молнию между деталью ботона и подкладкой вот теперь мы стачиваем но мы все эту операцию делали уже с вами не раз если вы шили со мной уже сумки если вдруг вы со мной еще не шили сумки то посмотреть не сумки не косметички если в со мной первый раз то обязательно посмотрите мои мастер-классы потому что там тоже достаточно очень интересной информации вот и когда мы соединили одну деталь ботона мы точно также соединяем ее уже другой другой частью молнии по такому же принципу соединяя их с подкладкой все делаем и не забываем после одеть бегунок как одевается бегунок у меня тоже есть на эту тему мастер-класс и так верхний ботон у нас готов но прежде чем мы приступим дальнейшей обработки берем и такие вот шлевочки заготовленные и по центру я наклеила скотч двусторонний теперь моя задача его отклеить так одной рукой как-то не очень удобно и мы его складываем вот так вот ровненько пополам так я не буду сейчас делать а бы как и покажу на примере этой шлевочки то есть видите я сложила пополам и далее я отстрочила по краям данную шлев теперь мы ее просовываем через вот это полукольцо далее мы вот здесь вот отстрачиваем близко к этому полу кольцу чтоб она у нас не ерзала не скользила и фиксируем его здесь вот по центру молнии ну по центру нашего вот этого верхнего ботона значит мы это сделаем с одной стороны и с одного конца и сделаем с другого конца после чего уже будем соединять нижний боттон с верхним закрепила сейчас временно прищепка чтобы можно было вам показать и теперь мы укладываем верхний боттон и подкладку боттона ой господи мы теперь укладываем нижний боттон и подкладку боттона и затем вот так вот на ширину 1 сантиметр мы прострачиваем с одного конца из другого то есть мы замыкаем вот эту вот деталь в кольцо эту операцию мы тоже уже делали не раз когда шли сумочки рюкзачки и так далее и так я сначала соединив детали боттона с подкладкой и если посмотреть шлевочку эту я подрезала до припуск шлевки а далее мы вот так вот отгибаем отгибаем и вот здесь вот отстрачиваем таким вот образом у нас таким вот образом у нас получилась деталь в кольце дальше для удобства работы мы соединим деталь из основной ткани из кожзама с подкладкой прострачивая вот здесь вот по среду чтобы дальнейшем нам было лучше соединять ее с сумкой и так вот после того как мы боттон соединили в кольцо мы теперь вот видите я здесь отстрочила соединив подкладку с основной детали и теперь нам нужно соединить эту часть с передней стенкой и задней совмещаем на течке на уголках чтобы нам было удобнее стачивать здесь мы сделаем на течке чтобы эта деталь чуть-чуть развернулась после того как мы стачали обкантовываем среза то есть для этого мы берем просто такую готовую уже окантовочную тесьму и обрабатываем ею среза это очень удобно потому что не нужно вырезать из подкладки тратить время так вот мы значит пришили ботан к сумочке окантовали срезы и теперь можем сумку выворачивать так вот в результате у нас получилась такая сумка теперь мы берем стропу продеваем ее через такие держатели и застрачиваем зафиксировать их со второго конца также просовываем через кстати обратите внимание я сюда уже отдела регулировочную рамку и теперь берем второй конец тоже пропускаем его через рамку далее пропускаем через регулировочную рамку то есть мы делаем так чтоб наш ремешок регулировался длина ремешка регулировалась вот здесь вот выходит конец вот этот конец сейчас я сделаю по длине и теперь вот этот конец нам нужно зафиксировать на этой части ремешка таким вот образом вот так будет ремешок регулироваться сейчас я покажу как зафиксировала конце тесьмы стропой вернее один конец и 2 и все сумка готова кому было интересно данная идея данный мастер-класс по пошиву этой сумки обязательно ставьте пальчик вверх ну и конечно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить мои новые мастер-классы пока пока пока